На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники пожарной службы. Благодаря ей на Гомельщине за последние пять лет число пожаров сократилось на 20%. Число погибших почти вдвое. Вкладом в безопасность стало открытие нового ДПО «Ветки». В итоге регион сейчас на первых позициях в стране. Причем не только по статистике, но и профессионализму и оснащению спасателей. Об адреналине, опасности и трудностях этой профессии узнала Анна Ковалева. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Что у вас случилось? Хорошо, ожидайте, бригада к вам въезжает. Даже в профессиональный праздник ежеминутная готовность к вызову 18 секунд, чтобы одеться, в целом 60, чтобы выехать на ЧП. В день пожарной службы 25 июля в диспетчерские службы МЧС Гомельщины поступило почти полторы сотни звонков. На все требовалось выезжать. Если для нас это лишь сводка происшествий в новостях, то для них будни, в которых приходится бороться не только с огненной стихией, но и с самой смертью. Вот территория города Гомеля, охраняемого Гомельским городским гарнизоном. Более 500 тысяч жителей, за которые мы ответим. В день на одного спасателя до пяти вызовов. Потушить пожар, достать людей с покореженной машины или просто вскрыть заблокированную в квартире дверь. Что готовит новый рабочий день, не угадаешь. Поэтому здесь готовы всегда и ко всему. И даже если телефон в диспетчерской молчит, служба идет, тренировки постоянные, нужно поддерживать форму. По выносливости тяжело очень. Нужна сила рук, сила ног, сила духа. Но здесь ты просто знаешь, что это просто соревнование. Когда в реальной жизни оно идет адреналин, и оно, тебе просто бывать не ощущаешь. Ты на адреналине можешь и одного человека взять, и двух помочь, и бревно это. Потом ты думаешь, сидишь. Я это сделал. Прикольно. Большой помощник спасателей – экипировка, оснащение по последнему слову техники. Сегодня противостоять готовы любому ЧП. Как природного, так и техногенного характера. На земле, в воде и в небе. Современная техника позволяет спасателям взобраться на крышу любого здания в Гомельской области. Даже самого высокого. И все ради того, чтобы оказать помощь тому, кто ее очень ждет. И техника, и форма отечественная по качеству европейским не уступают. Оборудование позволяет тушить огонь в разы быстрее, чем 164 года назад, когда и была создана пожарная служба. А материалы нынешней экипировки и вовсе не горят. На мне одета одежда, в которую мы можем войти в помещение, охваченное огнем. Эта одежда выдерживает 400 градусов. Форма весит до 5 килограммов. Хотя это не самое тяжелое бремя, которое приходится нести. Ведь работа спасателя сложна не только физически, но и морально. Каждый день приходится вырывать из лап стихии человеческую жизнь. И не всегда в этом бою человек оказывается сильнее. В такие моменты, конечно, ощущения не очень, как будто что-то не выполнил свой долг до конца. Ну вот, плохие ощущения, потом все это переживаешь, конечно. Ну это сложно переносится. Видеть, как умирает человек на ваших глазах. Когда спасаешь человека, тоже чувствуешь, что ты не зря работаешь. Живешь не зря. К слову, у Алексея Анисовца за плечами 12 лет службы и 10 спасенных жизней. Причем самому маленькому спасенному 5 лет. Его коллега Павел в этом деле не так давно. Впервые вытащить человека из огня ему довелось в марте этого года. В тот раз работал с Алексеем. Вместе из горящего дома вынесли лежачего пенсионера с первой группой инвалидности. Было это часа в 4 ночи. Практически ничего не видно. Было полностью задымлено помещение. По звуку бессознательного пострадавшего сразу его обнаружили. Он лежал на кровати или диване. Сразу принялись к его вытаскиванию. Это было довольно-таки тяжело. Вы знаете, в этот момент думаешь только о спасении людей. То есть времени там на то, чтобы бояться, нет. Люди, наверное, ждут нас. Ждут нашей помощи. И надеются на нас. Ради этого мы и тренируемся на сутках. За этот поступок напарников наградили нагрудными знаками. За отзнаку второй степени вручал лично министр ПЧС Владимир Ващенко. Всего по итогам последнего полугодия награждено 11 человек. За что, судите сами, за 6 месяцев в разы снижено число пожаров. Спасено более 40 человек. Динамика положительная на протяжении последних 5 лет. Гибель детей снижена в 8 раз. Количество травмированных людей на пожарах снижено на 49%. Количество пожаров на 19,4%. Гибель людей на 48%. В нашей стране именно в Гомельской области регистрируется меньше всего пожаров. Чуть более 2 на 10 тысяч жителей. Следом идут Витебский, Бреский и остальные регионы Беларуси. При этом сами спасатели скромно говорят, безопасность – дело всего общества. Отчасти поэтому ставку сегодня делают не только на профессиональный уровень и технику, но и на профилактику. К этой работе привлекают самые разные службы – от социальной и ЖКХ до наркодиспансера. Клубы юных спасателей пожарных, акции теле- и радиопередачи – акцент на молодежи. Поэтому в профилактике все больше используют информационные технологии. Так, нашумевший кавер сотрудников МЧС «Зречицы» на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» взорвал интернет. Снова пожар, горит постепенно. МЧС тут никто не заменит. Кто же нам дарит эти мгновения? Без работы оставить не смеет. Кто-то отжег, мы же отмочим, полосы черные будут ярче. Казалось бы, что с пожаром покончено, но уже едет другой тушить дальше. На сегодня видео набрало почти 250 тысяч просмотров. К нему почти 700 комментариев. Многие пишут, что это единственный достойный кавер. О реческих спасателях написали практически все белорусские СМИ. При этом сами виновники такого резонанса говорят, что сняли видео не ради популярности. Таким способом хотели еще раз напомнить родителям не оставлять детей без присмотра. Ведь лучше заранее научить людей безопасности, чем потом, рискуя собственной, спасать чужие жизни. Не оставляйте детей без присмотра никогда. Анна Ковалева, Игорь Мариченко, телерадио компания «Гомель». Новости недели.